Сергей Олегович, главный архитектурный форум планеты открыться не успел, а наш русский павильон уже обсуждает все самые авторитетные газеты мира. Так, например, в британской Гардиан вышла статья с заголовком. Сталинская советская выставка в центре внимания на Венецианской биеннале архитектуры. Вот каждый ли раз наша экспозиция удостаивается такого внимания или же это стало сюрпризом? Вообще мы хотели, чтобы мы в центре внимания, конечно. И, ну, каждый, не каждый раз, надо сказать, что сейчас счастливая эпоха для российского павильона, мне кажется, потому что у нас две последних биеннале, я напомню, отмечались специальным призом жюри. Мы понимали очень четко в нашей команде, когда делали экспозицию, что многие увидят здесь провокацию, конечно же. И, с одной стороны, это неплохо, потому что это вызывает повышенный интерес, но, с другой стороны, конечно, это, в общем, довольно забавно, потому что как раз мы-то не хотим никого провоцировать, мы просто говорим очень понятные, как нам кажется, простые вещи, что архитектура не отвечает за ту идеологию, для которой она создавалась. Она просто, и архитектура, просто некая красивая среда, которая была создана когда-то, но сейчас может совершенно спокойно использоваться и, в общем-то, совсем по-другому, чем, может быть, предполагалось вначале. В ДНХ – это ответ из четырех букв на главную тему, которую задал куратор биеннале, чилийца Алехандро Аравена, репортаж с фронта. Вот как эту тему поняли другие страны и насколько их понимание контрастирует с тем образом, который представили мы? Я сам здесь сформулировал выражение коротко, что это сейчас получился не павильон России на биеннале, а павильон России и биеннале. Такие две параллельные, два параллельных события. Да, действительно, как-то мы контрастируем со всем остальным биеннале, со всей выставкой. Много очень рассказов про, так скажем, коммунальное счастье, счастье, сожительство массы людей на очень плотных участках земли. Понятно, что проблема беженцев всех очень беспокоит. Проблема, которую мы, как казалось, уже осмыслили и перешагнули, вернее, не проблема, а предложение по всякому роду сожительству, доступному жилью, коммунальным квартирам, я не знаю, проблемы использования каких-то дешевых строительных материалов, подручных, там, стройка из земли, из бамбука, там, из травы. Вот. На мой взгляд, как-то маловато чуть архитектуры здесь, и очень много такого социального и этического, скажем так, но это вообще тренд сегодняшний мировой. Действительно, архитектура стала платформой для дискуссий на совершенно разные темы, но, как говорится, не хлебом единым, то есть не метром квадратным единым, жив человек и счастлив. Поэтому нам показалось, что намного более социальным проектом является такой проект культурный, образовательный, как ВДНХ. Поэтому мы его представили здесь, и да, он наполнил очень интересной архитектурой. Случайно в экспозиции вы сравниваете ВДНХ с материнской платой компьютера, которая требует перезагрузки. Вот в чем заключается эта перезагрузка? Мы представляем здесь не какие-то конкретные проекты будущего, мы представляем здесь воркшоп, который сделала международная группа студентов. Такая образовательная программа на тему размышления возможного будущего в ВДНХ. Мы видим, что этого будущего может быть очень много и всякого разного. И то, что делают политехнические музеи, и то, что делает Росизо, и другие экспозиции, и то, что сейчас мы делали конкурс на Росатом, например, очень интересные здания современной, совершенно классной архитектуры. И сегодня мы говорим о том, что просто мы отношения свои изменили. И мы считаем, что в рамках вот этого общего развития Москвы, как такого, скажем, не только мирового мегаполиса, но и во многом центра городской культуры, потому что Москва один из самых лидеров, один из лидеров мировых по строительству объектов культуры в городе, столько музейных проектов, образовательных, сейчас мало где вообще строится, что вот это вот развитие в моменте, в каждом отдельном моменте чего-то интересного, несущего образование, просвещение, просто расширение кругозора для огромной массы людей, гигантской посещаемости, 25 миллионов человек в год, цифры мы видим в ДНХ, в год. И эти все люди же идут не потому, что там какой-то спонтанный рынок дешевых товаров или какой-то дешевой доступной еды, они идут за образованием и развитием. И это совершенно уникальная, феноменальная вещь, собственно, почему мы назвали экспозицию Орбан-феноменом, городской феномен. Ну, ваш городской феномен можно рассматривать и как феномен общественно-политический, ведь многие люди ходили, например, на митинги, потому что им не хватало интеллектуального общения, но появился парк Горького, затем и другие парки стали переформатировать, наконец появился ВДНХ и все стали ходить туда. Город должен дать людям возможность социализироваться. Это вообще дико важная история, то, что у людей нету площадки, места, и возможность выплеснуть желание, именно свое публичное желание, социальное желание, потому что человек очень такой двоичен по своей натуре. У него есть обязательное желание частного, то есть приватной такой составляющей, да, и есть обязательное желание общественного. И если одна из этих половин не удовлетворены, другая тоже страдает. Вот, поэтому история, в общем, про город Москву. Мы с вами разговариваем в садах Бейнале, которые можно назвать венецианским аналогом ВДНХ. Это некая выставка достижений народного зодчества. Однако попасть сюда можно только заплатив деньги за билет. Наконец, здесь не хватает таких, казалось бы, элементарных удобств, как кафе, магазины с водой. Здесь дефицит скамеек и даже туалетов. Вот почему только мы задумались о том, что доступный досуг так же важен, как доступное жилье. Большой плюс Москвы сегодня, я считаю, преимущество, то, что мы не только задумываемся, многие задумываются, мы реализуем. Это очень важно. И то, что, мне кажется, неоценимо, то, что вот мэр города дал Москве сегодня, да, Сергей Семенович, это то, что вот эта вот быстрая реализация проектов, она крайне важна. Люди должны видеть, что что-то происходит, что-то меняется, потому что, видите, разговоров и теорий очень много. Вот то, что мы здесь видим, это же постоянно такое размышление, хотя вот размышление о том, как хорошо жить в коммунальной квартире. Но мы-то проходили и знаем, что это на самом деле на практике не так здорово, как об этом рассказывается. Надо привыкать к мысли, что Москва уже может многих получить в своем опыте. Могут ли нашу идею перенять другие? Подходили ли к вам уже ваши иностранные коллеги за консультациями? Конечно, приходят, кто-то говорит о ценности, преемственности вот этой просто ремесленного навыка, то, что наши там те же артефакты сделаны просто современными молодыми скульпторами, и мы умеем это делать. Для людей они говорят, ой, а как вы это, это где взяли? Это какие-то объекты наследия, они просто приведены в порядок? Или как это вообще работает? Мы говорим, нет, мы сегодня это умеем делать. Это тоже очень важно, потому что отношение к России как к стране, там, нефтедобывающей, которая ничего не умеет, это тоже, знаете, такая вещь, которая нам не нравится. Мы хотим сказать, нет, мы умеем, причем мы умеем массово делать это не искусство, которое в другом павильоне бы такой один стоял и считался бы мега-достижением. У нас таких много, причем мы можем еще завтра сделать столько же, да, потому что у нас людей, кто это умеет, у нас есть школа, у нас есть навык. Ну и обратный вопрос, подглядели ли вы здесь какие-то задумки для Москвы? Вот эта биенналь довольно специфическая, хочу сказать, потому что, конечно, проблема тут красной нитью, которая есть с беженцами и, ну, скажем так, способами какого-то размещения людей вот в этих вот коммунальных пространствах, либо проблема использования каких-то маленьких клочков, пустырей, потому что везде гигантская плотность. Проблемы, которые беспокоят людей, они часто иные, чем те, что беспокоят сегодня нас. Но вернемся в Москву. Поговорим о проекте «Моя улица». Граждане сами голосуют за благоустройство районов. Вот как пришла идея этого проекта? Вообще «Моя улица» благоустройство хозяйства, поэтому мне тут сложнее комментировать, но что я могу сказать даже на примере том, которым занимались мы и создавали этот проект в Трифальной площади с качелями, да, который сейчас уже такой стал знаменитый, что это же на самом деле все о том же. То есть как принести город в жизнь людей и как человека вывезти на улицу только не с целью, там, не знаю, заниматься криминалом или протестовать, а с целью просто радоваться жизни. Это же такие простые очень истории про комфорт, удобство, там, счастье, в конце концов. Ну, пока в Москве не очень комфортно, все перекопано, пробки огромные, гулять невозможно. Терпение набраться, да. Ну, а иначе, понимаете, иначе это долгие-долгие годы, и еще непонятно вообще, случится ли когда-нибудь. Вот, поэтому мы же с этого сегодня говорили о чем? Что да, характер Москвы – это быстрая реализация, но это вот так вот. И, понимаете, вот люди, мы здесь смотрим, люди мечтают реализовать хотя бы что-то из проектов, причем очень простых. Мы имеем счастье, я считаю, что сегодня счастливейшее время для архитекторов, кстати говоря, для строителей, для тех, кто занимается индустрией такого развития в Москве, потому что многое делается, и есть много очень возможностей. Вот, и, ну, не знаю, я, считаю, надо этому радоваться, потому что это, в конце концов, развитие экономики города, что это рабочие места, это деньги в экономике, которые, наверное, тратятся. А когда сможем гулять-то уже? Я думаю, что он к концу года закончится, все будет в порядке. А можно ли сделать на мостовой, например, какие-то прозрачные окна, которые бы открывали археологические слои? Мы делаем часть археологии в парке Зарядье, как раз такая, открывая там кусок стены китай-городской. Ну, раз мы заговорили про парк Зарядье, что еще скоро появится и изменится в Москве? Лужники, конечно, еще площадка очень интересная, примерно в те же сроки, которые будут реализованы. То есть территория Зила, я считаю, это тоже такой знаковый проект для нашего времени, который войдет, конечно, в историю. И будет очень здорово все это сделано. Ну, и то, что это постепенно все-таки выстроится в концепцию Москвы-реки, которую мы делали, это тоже немаловажно, потому что это не просто проекты отдельные, хочу напомнить, что все-таки все части развития реки, в том числе и с набережными, совершенно с нового качества общественными пространствами. И я думаю, что того финальное ощущение, которое все-таки уже в довольно близком будущем мы получим, это вот этот вот такой центр, центральная улица города в виде Москвы-реки с нанизами на нее жемчужинами проектов, я думаю, что это вот такое самое важное в итоге, такое резюме вот этого развития. А стало ли приезжать в Москву больше туристов? Туризм очень растет, цифры точно не помню, знаю точно, что здорово растут эти цифры, и это, кстати говоря, важная история. Я думаю, кстати говоря, после экспозиции должны вырасти, потому что совершенно примечательно, что иностранцы вообще не знают, что это такое. То есть никто вообще не знает и не слышал и не был на ВДНХ. Это поразительно. То есть у нас получается продукт популярный, но абсолютно внутреннего использования. И то, что туда можно привезти и показать вообще людям международным, и повысить все рейтинги Москвы и посещаемость, это 100% так. Это одна из целей, в принципе, вот здесь экспозиции. А какие сейчас приоритеты в московской градостроительной политике? Есть планы по развитию города. Это развитие и дорожной инфраструктуры, транспорта, общественного транспорта в первую очередь. Знаковый совершенно велич запуск малого кольца железной дороги. Квартальная застройка с разделением на частные общественные пространства. Сразу закладываем профиля улиц правильные, уже общественные первые этажи. Это погружено уже в стандарты по модернизированному жилья панельному, то, что сейчас строится уже активно. Поэтому это огромное количество, гигантская работа на огромном количестве фронтов. Здесь линия фронта, у нас этих фронтов, там их вообще масса. Сергей Олегович, поздравляем вас как куратора с тем вниманием, которого удостоился Павильон России в этом году. И спасибо вам за интервью. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...